В филармонии Якутии новый коллектив, симфонический хор. Событие, которое давно ждали любители музыки, внесет в культурную жизнь столицы новые краски. Сегодня симфонический хор дал первый концерт в честь памяти первого хорместера Якутии Февронии Байшевой. На концерте побывала Сарглана Федорова. Шедевры мировой классики Аве Мария Баха Гуна и кантата Глория Вивальди В исполнении симфонического хора погружают слушателя в полное умиротворение. В филармонии Якутии возродился хор, который раньше назывался хор радио и телевидение. Коллектив состоит из 38 молодых музыкантов. Всех их объединяет любовь к пению. Очень радует, что у нас все вокалисты, мои коллеги, все очень перспективные. И самое главное, у нас есть возможность куда расти. И мы это делаем. Артисты представили калейдоскоп жанров. Русские народные песни, романсовую лирику, современную музыку, классические хоровые шедевры. Исполнили произведения из репертуара хора Февронии Байшевой. Прозвучали произведения Прометея якутской музыки Марка Жиркова. Была проведена большая подготовительная работа. И мы очень надеемся, что новый коллектив продолжит славные, добрые традиции хора гости телерадио Якутии, который в 20 веке провел очень-очень большую работу и был любим и популярен у народа. Еще полгода назад филармония провела отбор певцов. Конкурс был не маленький. Четыре человека на место. Но и требования серьезные. Оценивалось один из важных критериев. Это, конечно, пение с листа. Это такой предмет сольфеджи, который является очень важным и центральным для профессионала, не только вокалиста, а вообще любого музыканта. Это стержень. Хор наступает не только симфоническим оркестрам, но и акапелла, а также в сопровождении рояля. В репертуаре коллектива скоро появится девятая симфония Бетховена. Кантата щедрена и множество романцев. Новый коллектив нарабатывает мастерство, ищет свою гармонию звука, чтобы в дальнейшем представлять культуру и искусство Якутии за пределами республики.